Создатели проекта гарантируют точность фактов, объективность оценок и злободневность тем, но не претендуют на то, чтобы объять необъятное. Эпоха освоения нефтегазовых богатств в Западной Сибири — это глобальная трансформация не только на отдельно взятой территории или в отдельно взятой стране. Это изменения мирового масштаба, которые влияли, влияют и еще долго будут влиять на политику и экономику государств и жизнь простых людей. Хроникеры этой великой эпохи — журналисты, и это их эпоха, наша эпоха. Большая Тюменская область. Этот термин появился совсем недавно и в управленческом плане обозначает сложносоставной регион. Термин не новый, пришел из географии и социологии. Тюменская область с момента образования была большой по территории, а в эпоху освоения севера стала большой по значимости для экономики страны и ее геополитики. Но это был еще и урбанистический прорыв. Меньше чем за 30 лет, практически с нуля построено более 40 городов и поселков. Такого количества населенных пунктов со всей инфраструктурой за такое короткое время на отдельно взятой территории не строилось нигде в мире. Новый Уренгой — газовая столица России. На карте появился точно так же, как большинство северных городов, благодаря открытию месторождения. Уренгойская в 1966 году крупнейшая в мире. Запасы оцениваются в 16 триллионов кубометров газа. Город, который будут строить в 80-х, начинался с высадки десанта геофизиков в 60-х. В 1964 год, не нас, но и осень, когда мы высадились малочисленным отрядом на высокий берег, где и стояла вот эта небольшая фактория в Уренгой. Нас было 5 человек вместе со мной. Немножко позже приехала моя жена с двухлетним сыном. Так что мы сразу в два раза увеличили население Уренгоя, потому что жило там всего 8 человек. Сейчас настало 15. Я был в Новом Уренгое. Там не было ничего. Вообще ничего. Там была недалеко буровая. И вот такая дуга Ева Яхи. У меня дома висит акварель, которую я нашел в брошенном лагере Сувеническом. Кто-то нарисовал скрученной трубкой, привез домой, увидел, что такое, забрал себе. Там не было ничего. Только на берегу Ева Яхи стоял деревянный туалет. Это я помню. А все остальные были палатки. Никита, как называется город, где ты живешь? Янша. Как он называется? Это Никита? Это Никита. Это внук Цибенко. Он руководил геофизической экспедицией, которая обнаружила поднятие, вставшее впоследствии крупнейшим на планете газовым месторождением Уренгойска. А кто это так стучит? Это стучит. Строится город. Этот фильм, снятый в Новом Уренгое в 1988 году, журналист Рафаэль Гольдберг так и назвал. Город для Никиты. У меня была такая ворчальная фраза, что я помню города, которые были ниже моих сапог. Уже, то есть еще не было совсем. Была бумажка, на которой они были нарисованы, поселки. Ну вот. Не потому что я был такой большой, а не были такие маленькие. Но это был 86-й, почти 40 лет. У него уже дети, у Никиты, я полагаю. Строить или не строить – вот в чем вопрос. В середине 60-х, когда геологи одно за другим стали открывать месторождения в Тюменской области, стало ясно, что газовый фонтан в Березово и нефтяной в Шаиме – это только первые капли безбрежного подземного океана углеводородного сырья. А значит, для того, чтобы воспользоваться этим богатством, нужны люди. Много людей. Очень много людей. Надо знать просто то время, когда эта эпоха нефтяная, газовая началась. У нас же в Тюменской области не было ни одного специалиста. У нас приехали люди из традиционных районов, регионов, где добывались эти полезные ископаемые. Это прежде всего Азербайджан, Татария, Башкирия, Куйбышевская область, Северный Кавказ. Людям, добывающим нефть, нужно где-то жить. Значит, нужно строить. И это многомиллиардные расходы государства. А больших денег Тюменская нефть ему пока еще не приносила. Да и сколько принесет, тоже не было точно известно. Большая разведка недр только начиналась. И Госплан СССР, отвечавший за расчеты всего и вся, грандиозных планов на Тюменскую область, не строил. Вопросы решали на месте. В Тюмени в 1966 году собрали большую научно-техническую конференцию по проблемам градостроительства в Западной Сибири. Трудность была в чем? Опять же, тогда были споры, по какому пути пойдет развитие Северо-Тюменской области. Это на постоянное жительство или вахтовым методом? За вахтовый метод горой стояло Министерство нефтяной промышленности СССР. Так быстрее, проще и дешевле осваивать Север. Вахтовый поселок — это несколько вагончиков или небольших легко возводимых зданий. Вместо больницы — медпункт. Не нужно ни детского сада, ни школы, поскольку люди приезжают только работать, а семьи остаются на большой земле. Существует поселок ровно столько, сколько работает месторождение. В то время считалось, что ресурс 25, максимум 30 лет. Сторонники вахты приводили в пример загнивающий Запад. В Канаде уже были города-призраки. Месторождение угля и нефти свое отдали. Люди уехали, бросив капитальное жилье. А в Тюменской области ведь еще и невозможно нормально строить. То болото, то вечная мерзлота. С чем столкнулись мы на всем крайнем севере? Если дом построить, он нагревается, тундра растаивает, и через 5-6 лет здание просто развалится. Противники вахты стояли за капитальные поселки и города вблизи месторождений. А вахта только для труднодоступных мест, либо совсем небольших нефтегазовых объектов типа компрессорных станций. Первый секретарь Тюменского обкома КПСС Борис Щербина выстраивал такую схему. Город с полноценной инфраструктурой – это база целого нефтегазоносного района, и с ней связана вахта. Если уже открыли самоотлоры, стало ясно, что вокруг него есть что добывать, значит строим город Нижневартовск хотя бы на 150-200 тысяч жителей. Вторым по значимости Щербина считал старинный поселок Сургут. Непосредственно добычи там нет, но он оказался в центре территории большой нефти. В Сургуте, когда он станет городом, по плану должно было быть не больше 60 тысяч жителей. Это улица Рабочая, на строителе. Маленькие дома, да-да-да. О, это... Да-да-да-да. Я знаю это место, помню, да. Поселок был. Сейчас уже его нет, естественно. Это окраина или центр города? Это центр города. Да-да. И вот так жили газовики в таких домишках? Нет, газовики же так не жили. Это жили те, кто приехал раньше газовиков. А это так жили... Да кто так жили там? Кто приехали? Это балки. Деревянный город, безусловно. Там он был почти деревянный. Вот то, что я сейчас видел, да-да, это вот это вы видели. Балки вот эти все, понимаешь, как там живут. Из чего строить города – третий главный вопрос. Дерево – это быстро, дешево и буквально под рукой. Даже до Ямальской тундры от любого тюменского леспромхоза по сибирским меркам рукой подать. Древесину можно летом спокойно сплавлять по рекам, что малозатратно, а зимой возить хоть на оленях. Капитальное же строительство требует капиталовложений, возвести заводы по производству стройматериалов, обеспечить их рабочими руками и сырьем, наладить логистику поставок готовой продукции, построить дороги и так далее. А это еще и время, которого практически нет. Месторождения все открываются и открываются, трубопроводы строятся и строятся. Рабочие руки нужны так же, как и сама нефть. Сюда шагнули первые буровые, и самоплор дал стране нефть. И по-быстрому строят балки. Небольшие деревянные дома без водоснабжения, центрального отопления и с удобствами во дворе. Изначально на севере они такие и были, нужны геологам или строителям. Балок – это небольшой дом на полозьях, который можно было легко перевозить с места на место. Комфорт и уют – дело рук проживающих. Развалиться не беда. Можно было быстро построить новый, и это сделало балки стационарным жильем. Ими массово застраивали все – от новых улиц в Тюмени до маленьких поселков в тайге. Более-менее комфортабельным временным жильем считались дома у НИМО. Их поставляли из социалистической Чехословакии. Они такие состоят из блоков, прямо комнаты. Комнаты. И эти комнаты, значит, складывали, и получалось такое общежитие. Вот эти вот модульные дома в таком хорошем очень исполнении, они в воспоминаниях, это слезы наворачиваются, они, ну, буквально 10-15 минут дом сгорал. Люди не успевали. У нас в Советском, в Егорске нынешнем, сгорел дом, где погибли работники нашего управления вместе с семьей. Из-за того, что деревянные времянки постоянно горели, и в них невозможно было наладить приличные санитарные условия, Тюменский обл. исполком даже официально запрещал малоэтажное деревянное строительство в Урае, Нефтьюганске и Нижневартовске. Но потом сам же свое решение отменил. Слишком остро требовалось все новое и новое жилье. Знаковая конференция 1966 года по градостроительству в Западной Сибири после бурных обсуждений постановила «Север осваивать капитально», то есть строить города в камне. И определила четыре быстрорастущих центра Урай, Сургут, Нижневартовский, Нефтьюганск. Про территорию Ямала тогда не говорили. Всемогущий госплан еще слабо представлял себе, насколько может развернуться разведка недр Сибири. Нефтьюганск, 1979 год. Что из себя представлял этот город? Был ли он вообще похож на город? Ну да, он уже имел статус города, но очень много было деревянных двухэтажных зданий, балков приспособленных. Они были на промзоне. Плохая вода, как мы ее называли, ржавая такая. Невозможно было ее просто пить. Но я так понимаю, что тогда вопрос благоустройства не стоял на первом плане. Там было освоение новых месторождений, битва за нефть. Много было очень приезжих. Нефтьюганск появился благодаря Усть-Балыкскому нефтяному месторождению, открытому в 1961 году. По легенде, название городу придумали три столпа тюменской геологии. Юрий Эрвье, Лев Ровнин и Фарман Салманов. Именно из Усть-Балыка он отправил Никите Хрущеву телеграмму с гордым текстом «Я нашел нефть вот так. Салманов». От месторождения тянутся важные трубопроводы «Усть-Балык», «Омск» и «Самотлор», «Усть-Балык», «Уфа», «Альметьевск». И их мало построить. Их нужно постоянно обслуживать. А значит, людям надо жить рядом с местом работы. Тогда очень большая проблема. Но это понятно было с получением жилья, мест в детских садах, школы были переполнены. Естественно, вопросы людей, ну, жизнеобеспечение прежде всего. Жить люди всегда хотят нормально, да. Но тогда это было еще обусловлено тем, что люди мирились. Мирились с этим, потому что заработки были достойные. Даже у нас, у журналистов, по сравнению с тем, что я получал на большой земле, у меня первая зарплата была 291 рубль. А прежде я получал 120 рублей своих, да. То есть люди готовы были терпеть, они знали, что придет время, и все в городе будет. Я назову несколько фактов, что не быть тут голословными. Первая такая вот реальная оценка, именно на высшем правительством уровне, по моему мнению, случилась в январе 1968 года. 2 января 1968 года в Тюмень. Он посетил Тюмень, Тобольск, Нефтьюганск. В общем, посмотрел. Это к нам приехал председатель Совета Министров СССР, Алексей Николаевич Косыгин. Второй человек в СССР после генсека Брежнева, Алексей Николаевич Косыгин, не доверял официальным докладам и любил все видеть своими глазами. Под Нефтьюганском он заехал на первую попавшуюся буровую, спросил у мастера, чего не хватает. Тот ответил, остро нужны резиновые сапоги. Сапоги приехали тут же. Чего не хватает, спрашивал Косыгин напрямую и у жителей Нефтьюганска, Тобольска и Тюмени. Там было написано так, вот посетил те города, которые я назвал. Вечером посетил Тюменский драматический театр и был встречен бурными аплодисментами. Человек, который реально оказал влияние на экономическое, социальное, политическое, да вообще на развитие нашего края. На партийно-хозяйственном активе Косыгин сказал, как отрезал. Тюмень будет энергетической базой страны. И в Западную Сибирь поехали со всей страны. Это означало, что в Тюменскую область надо вкладывать. Но найти гигантские ресурсы, чтобы на пустом месте в тайге и в тундре разом построить города-сады СССР в начале эпохи большой нефти был не в состоянии. Пока казну государства не наполнили нефть и газодоллары. Так что балки из городов и поселков оказалось выкорчевывать крайне трудно. Электричество поступало из Сургута. И иногда происходили аварии, обрывы. Если не было света, это значит, не было тепла, не было воды, не было... не на чем было даже подогреть ничего. И сразу становилось холодно в этих комнатах. Приходилось всем общежитиям куда-нибудь сбиваться в какую-нибудь комнатушку. Все, что было на нас, все, что у нас было, одеяло, обувь, одежда, все одевались, и детей, и самое главное. Но и тем не менее, вы ведь полюбили этот город? Очень полюбила, очень полюбила. А за что? Это же детище наше, это как ребеночек наш. В 1975 году в моду вошли бочки. Это двухкомнатный дом из железа, его прообраз – подводная лодка. В бочке есть кухня, душевая и даже мебель. Но удобство во дворе. Рассчитана она на проживание четырех человек. И в районах, где температура воздуха опускается аж до минус 65. По идее, это дом-термос. Но тут все решало качество заводской сборки. Если жильцам не повезло, то в холод стены покрывались инием, а в жару в бочке дышать было нечем. Зато ее можно перевозить на колесах или переносить вертолетом. Поэтому из бочек быстро собирали целые поселки, пока по кирпичику шло капитальное строительство. Когда я переехал в Ноябрьск, в Ямало-Невинский округ, я переехал туда зам главного редактора, там с жильем уже было полегче немного. Там работали тогда целые тресты. Укр, Тюмень, Жилстрой, Укр, Тюмень, Дорстрой. Панельные стали строить, и в отличие от кирпичных, они давали часто трещины. Вечная мерзлота. Там как бы поначалу не могли определиться, видимо, с технологией строительства. Надо было все это рассчитать. Это вот первые пробные дома по-таки получились. А потом уже пошло нормально. В принципе, я заселился, это был 1982 год. Заселился, никаких проблем уже не было. То есть, в принципе, там знали, как утеплить, как залить фундамент, сваи забить. Там уже потом технологии отработали и пошло. А по первости было очень сложно. На героическом преодолении трудностей рождались и новые технологии, за которыми даже охотились иностранные государства. Есть термосваи, которые, ну, что называется, огромная труба, в которой заполнен, с одной стороны, заварен и заполнен специальным газом. И наверху только торчит оголовок на 20, на 30 метров. Нужно, кроме сваи, потому что сваи железобетоны тепло туда пропускают. Оно, так вот, надо рядом со сваями пробурить и поставить вот эту тонкого, вот такого диаметра трубу, заполненную специальным газом. Когда зима, холод туда проникает, и там внизу, как бы, образуется, намораживается дополнительно. И этот штырь замораживает всю нижнюю часть свай. Американцы приехали и спрашивают, а сколько это у вас стоит? Мы им назвали, условно говоря, там, ну, две тысячи рублей. А у нас почему-то пять тысяч долларов. Почему у вас так дешево? А потому что мы другие технологии применили. Один из таких заводов в Тюмени находится. Термосваи называется. Свои технологии Север диктовал и на дорогах. Там, потому что температурный режим, сейчас же все это очень меняется. Я помню, одно лето было, на юг можно было не ехать, потому что очень тепло. И это озеро Ханто. Меня это удивило просто. Ну, озеро, как озеро, мы пришли с друзьями, в воду заходим, а там лед под ногами. То есть вода абсолютно холоднющая. И чтобы дойти по колено, полозера надо было пройти. То есть там невозможно было купить, а жарко было очень достаточно. И вот летом, понятно, что грунт оттаивал, и дорога, как мы говорили, начинала плясать. Плиты там их переворачивало, передергивало. Это сейчас уже научились. Там тоже подушку. Сначала они укладывают там щебень, прочее. Потом этот дарнит обязательно. И потом уже сверху плиты. Но сейчас дорога, насколько я знаю, до Ноябрьска, это уже асфальт. Это уже хорошие, нормальные логистические развязки там сделаны. На месторождениях то же самое. В принципе, технология менялась по мере приобретения опыта освоения Западной Сибири. В 1980 году на всю Тюменскую область прозвучал лозунг «Даешь миллион тонн нефти и миллиард кубометров газа в сутки». А значит, на севере нужно еще больше специалистов. И этот лозунг кардинальным образом изменил облик городов. Вот тогда ЦК КПСС приняли постановление, мы назовем его так, название там длинное, о шествии над Тюменской областью других союзных республик. И было распределено шество таким образом. Москва шествует над Нижневартовском, Ленинград – Сургут, Белоруссия – Лангепас. Там, когда высадился первый десант белорусов, они сразу первым делом на сосне прикрепили плакат. «Где Маккар, Телят, Непас, будет город Лангепас». Вот как начиналось. Там сплошная грязь. Поезд этот по болоту тащился несколько дней. Здесь наряду с жильем, вы видите, введены школы, детские сады, магазины пристроенные. Считаем, что в данном случае мы несколько находимся, значит, по-новому решаем вот эту задачу, которую волнует сегодня всех тружеников Лангепас. Полностью Украина – это Ноябрьск. Узбекистан – это Нягань, они не успели Нягань построить. А больше всего повезло Коголыму, потому что по остаточному принципу строительство Коголыма отдали Прибалтийским республикам Латвийской, Литовской и Эстонской. Коголым – это, как принято говорить, изюминка на торте. Вот совершенно другой подход к развитию города, к строительству города, да, потому что там был поселочек СМП при вокзале, а город стали строить по ту сторону реки, и там ни одного деревянного здания изначально. Сразу панельные высотки – это улица Дружбы, потом улица Ленина, то есть детские сады, школы. Это шло все одновременно. То есть продумано, уже учитывая опыт, потому что построить деревяшку, поселить людей, а потом снести, выселить – это большая проблема, которая до сих пор, по-моему, еще не решена в некоторых северных городах. Вот это вот шество, видите, как Нижневартовск отличался и сейчас сохраняет такой столичный лоск Москвы вот этими многоэтажными столичными домами. А Сургут получил разработку специально Ленгоржилстроя, вот эти Лензниеповские дома. То есть каждая республика вносила там свой колорит, свою методику, свой шарм. Там присутствовала Прибалтика вся. И, видимо, соревновались между собой. У кого будет комфортнее, теплее, уютнее. Мне повезло, я поселился в эстонский дом. Там сразу все было сделано. Плита на месте, ванная на месте. Обои. Северная сторона один тон, южная сторона обоев другой тон. То есть заезжая, никогда такого не было. Ни в Нефтьюганске, ни в Ноябрьске я этого не видел. Вот эта разительная перемена, она очень порадовала. Урай был в то время, считался уже городом совершенно благоустроенным. Не было балков к тому времени уже. А так, городок, конечно, уютненький, небольшенький. Он вдоль реки Канды расположен. Одна улица практически. Она построена была из пяти этажек, блочных, хрущевок этих. Там был свой ДСК. Они вот эти дома выпускали. И потом, когда начали эти дома возить, комсомольские сначала, сейчас югород, который строят, а потом, более того, Белоярске отправлять. Народ сильно возмущался. Там митинговать тогда не положено было. Но даже официально там на приемных, на сессиях понимали, что как-то надо отбиваться. У нас всю продукцию вроде везут, нам самим город строить нечего. Вопрос по Муравленко. Потому что из Ноябрьска ездили на месторождение, но это сто с лишним километров. И потом уже поняли, люди приехали с семьями, с детьми. Их же надо куда-то пристроить. То есть для жены нужно найти работу. Не будет сидеть дома. Детей нужно в детский сад ходить, в школу. Поэтому, когда появлялись объекты соцкульпт-быта, уже вопрос о седлости был снят. То есть люди приехали не только работать, но и жить. Ощущения очень сложные. Конечно, берет гордость, что люди наконец-то осели, почувствовали, что им здесь жить. И, к сожалению, так грустно звучит в моем исполнении, тут им и умирать. Надо понять очень важную вещь. Я однажды это все понял в Новом Уренгое, когда ночью в гостинице лежу и вдруг слышу, всю ночь бабахает. Все бабахает и бабахает. Потом в администрации спрашивает, что там все время трясет. Я говорю, что, Иван Степанович, жизнь стучится в наши сердца, могилы роем. Когда минус 45, где людей-то хоронить? Вот взрывчатку закладываем и хороним. Ритм жизни в любом городе или поселке диктует не только сама жизнь, но и большая нефть. Мы имеем все основания для того, чтобы развивать и строить такой красивый город. Запасы сегодня позволяют нам со смелостью смотреть уже за 2000-й год. Ежегодно мы в 12-й пятилетке поднимаем добычу нефти на 25-30%. То же самое, такая же перспектива нас ждет и в 13-й пятилетке. Содолым нефтегаз, Олег Пиров, генеральный директор, Ваньшток был у него по общим вопросам замом. Большущее внимание. Я тогда даже терялся в догадках, кто главнее, первый секретарь горкома партии или генеральный директор Коголым нефтегаза Вагит Иисуфович Олег Пиров. Он очень трепетно, очень внимательно и очень строго относился к тому, как строился и развивался город. Никаких проблем я там не видел. Ни с детскими садами, ни со школами. Строительство дорог, обустройство месторождения. Это образцово-показательный город, по моему мнению. В середине 80-х в Тюменской области счет шел уже даже не на миллион тонн нефти и миллиард кубометров газа в сутки, а на триллионы добычи для страны. Но важные социальные проблемы долгое время оставались нерешенными. Продуктов не было. Вот там я первый раз узнала, что такое сухое молоко, что такое картофель и морковь в хлопьях, что такое яичный порошок. Но даже этого не было. Мне особо запомнилось, что долго у нас бились за кефир в Невардовской. Хлеба завод, водку и пиво пускала, молоко завод, пускала там сметаны, свеки, и все, и все. И я приехал, грозились кефир. И долго, год, два, три, наверное, грозились кефир. И вот не поверите, но эта тема поднималась чуть ли не при каждой встрече, когда кефир в городе свой появится. О том, чтобы какие-то культурные были мероприятия, тоже не было. Как-то приезжали в Красный уголок Хубра к киномеханике, показывали кино. И мы из общежития с этими табуретками шли туда, вот в этот Красный уголок, там через болото, и вот смотрели фильмы. А северяне, как известно, народ горячий. В 80-х города Тюменского севера образно назывались молодыми городами. Причем это во-вторых, потому что только-только основаны. А потому что жители не намного старше своих городов. Например, средний возраст в Нефтьюганске 24 года. Да и что говорить, в древнем Сургуте средний возраст 26 лет, общий средний возраст от 20 до 44 лет. Когда человек многое может и многое хочет. И соцкульт-быт, если не на первом, то точно не на последнем месте. В 1985-м Тюменскую область посетил только что избранный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. И ему крепко досталось за соцкульт-быт, который развивался в Тюменской области по остаточному принципу. Сначала газ и нефть, потом все остальное, если денег хватит. И, кстати, туда вот как-то на эту дышку зрения Горбачев сумел переменить. То есть приехал, а люди кинулись, он же, так сказать, близко к массам. Когда ему говорят, так ближе к народу надо, да куда же ближе-то? Они там прижали уже, там охрана там уже начну, охрану оттеснили, да куда же ближе-то к народу. И они все ему рассказали. И про плохое снабжение, и про плохое некачественное оборудование, и про транспортные схемы, и про то, что одежда нет нормальной, гонят неликвиды, гонят продукты неплохо. В общем, так хорошо. Это в каждом городе ему рассказывали здесь? Да, по каждому. Ну, из четырех, которых он был. Это Нижний Вартос, Сургут, Новый Рингой и Тюмень. И все так, народ что теряет, пролетарий. Это его наши эти, могут там фильтровать базар, извините, говорить то, что приятно в уху начальника, так сказать, вельможи. А народ-то что? Говорит, ну вот если мы плохо, мы живем в вагончике. Ну что? Ну, собака у меня лучше живет в будке, чем я в вагончике. Или в этом, в бочке там. Говорите, говорите. Ну, знаете, его слушали. Сургут вообще, он как-то, северян вообще тяжело обмануть. Нет, обмануть можно, но один раз. А он что-то там говорил, говорил, там уехал. Ну, наверное, что-то срослось, что-то не получилось у него. Потому что, ну, выслушают, а если не сделал, ну, там за слово-то там могут спросить. Как у нас говорят, за базар ответят. После чего можно было заважать. Он приехал в Тюмень, так устроил, готовил всю ночь доклад. При этом выступлении как партийно-хозяйственного актива, так раньше назывались эти большие самые сборища всех наших лидеров, так сказать, и отраслевиков. Короче, как хорошо он так. После чего тут же сдали энергетик, ДК энергетик, чертень через месяц тот же кинотеатр, построили Нижневартовский. Это было интересное дело. Я не помню его фамилию, по-моему, Иванов была фамилия этого парня. Он работал у нас, значит, в спорте где-то. И он, значит, он попал к... на встречу с Михаилом Сергеевичем и сказал ему, «А почему у нас нет спортивной школы, вот где-то, там, значит, ботокроссом занимаются, там эти все дела, значит, все». Он говорит, ну, надо посмотреть. Он приезжает до СААФ, через определенное время приезжает до СААФ и говорит, мне этот... Горбачев пообещал школу. Какую школу? Ну вот, техническую школу, автошколу эту. Он говорит, что он говорит, ну как что? Позвоните ему. Я вот директор такой-то, такой-то, приехал сюда. Там до генералов дошло, сказали, так у нас все, где-то школу сняли, отдали нам. Потому что несколько лет была у нас школа. И то, что в другом году, в другой даже республике. Взяли, перевернули и сделали там. Большая нефть строила города в Тюменской области на протяжении 30 лет. И она же их едва не погубила. В начале 90-х те самые канадские города-призраки в Сибири чуть не стали реальностью. Например, Урай на самом высшем государственном уровне предлагали разобрать. В 90-х годах Урай считали умирающим городом только потому, что все гавкнул. Это был... Это не его заслуга Урая. А просто потому, что у него... Он был по объемам, наверное, в то время самый маленький на Тюменской области. Во-вторых, логистика там никакая. По-прежнему, дорог же еще никаких не было. Все только по речке по конде можно было привезти. А промыслы ушли уже далеко. Вот еще в 80-е годы там новые промыслы появились. Данииловская, Ловинская. Это уже к Советскому туда ближе. Недавно довелось быть минифтегастрои. Мы ставили вопрос дальнейшего социального развития нашего города Урая. По-прежнему пресловутый старый подход. А что вы даете? А сколько вы добываете? А ведь не этот заместитель министра, да и не министр не подумали, что наш Тюменский регион дал стране в эти годы очень много и в то же время очень много недополучил от ведущих министерств Союза. А потом-то ближе к середине 90-х я жил уже в это время в Артаске, с Ураем поддерживался. У меня там друзья и остались и коллеги и все такое. Да, тогда он был... Я квартиру подал в то время Уральскую за копейки, потому что все Ураль считался вроде бы закрываться. Понятно, что это проблема не только Тюменской области. Мы знаем много города в других регионах, да, поэтому возникает вопрос уже не только добычи, но и переработки нефти, того же газа. А этим сейчас и занимаются. Где-то СПГ производят, где-то полимеры какие-то. Ну, сейчас в Тобольске в основном это СИБО занимается, там нет. Но самое главное, что об этом уже думают. Об этом уже думают и, я думаю, найдут выход. Найдут, что делают. Не бросят эти города, их невозможно бросить. Столько вложено туда, столько построено, значит, какое-то решение тоже найдут. Вот смотрите, прошло почти 70 лет, и мы сейчас в какой-то степени, там, естественно, города, постоянное население, мало того, некоторые города, такие как Сургут и Нижневартов, они перешагнули за отметку 300 тысяч, уже 500 подходят. А сейчас началась опять вахта, вахта, которая, сами понимаете, из-за нынешних экономических, рыночных условий, привлекает специалистов с других регионов. Это даже трудно представить себе. Трудно представить. Я, поскольку пожил в Нефтьюганске, в Ноябрьске, в Когалыми, я не могу представить, чтобы этих городов вообще не существовало. Вообще не было. Вместо них были бы там какие-то времянки, те же самые бочки, балки или еще что-то. Не знаю, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. В какой-то степени вахтовый метод он необходим. Мы все там были все одного возраста. Мы все жили очень дружно. Не знаю, наверное, молодость. Мы вот этих вот всех трудностей даже не замечали. Все это было в порядке вещей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин